Гандикап С таким вот приподнятым настроением бегает полумарафон уже 18 лет. Первый гандикап прошел в Омске в сентябре 1996-го по инициативе энтузиаста спортивного движения Владимира Огольцова. С 1998 года на Омский полумарафон впервые в России стали примерять систему старта Гандикап, когда молодежь уступает место на старте более возрастным поклонникам здорового образа жизни. С 2000 года Гандикап вошел в календарь официальных спортивных мероприятий области и стал одним из популярных и крупнейших соревнований по бегу. Сейчас Омский Гандикап занимает первое место среди полумарафонов России по количеству финишировавших участников по рейтингу журнала «Бег и мы». Всем, кто прибежал к финишу в этом году – памятная медаль. А вы все медали раздаёте? Ну да, все. Кто занял, кто финишировал, мы всем раздаём медали. Сувенирные? Да, сувенирные, конечно. Но не только в медалях – дело. За хорошим настроением приезжают в Омск на Гандикап со всех уголков России и стран ближнего зарубежья. Дети выросли. Чем заниматься? Здоровой жизнью. Мы обязаны сохранить. Я начал бегать два года назад. Нормально. В 2012 году пробежал в Алмате за 2.40, за час 40 полумарафон. Видите, как результаты добивались? Вы в каком возрастной категории? В 60-64. Переживали, что молодёжь догонит? Или чувствовали? Абсолютно не переживал. Бежал в своё удовольствие. 826 человек в этом году приняли участие в полумарафоне. Старт взяли в историческом сердце Омска – Омской крепости. Бежали также по самым красочным уголкам города. В основном по зелёным зонам – набережной Тухачевского и Зелёному острову. И это новшество все восприняли по-разному. Тяжелее маршрут. Вроде много поворотов. И грунт разный. Поэтому немного тяжелее. А так всё нормально. Но, тем не менее, справились с силой наши? Ну, я с каждым годом старею. Где-то перехожу туда, физически сдаю понемножку. Время побеждает понемножку. И таково мнение о дистанции победителя полумарафона Сергея Поликарпова. Пятый раз к ряду Сергей приходит к финишу гандикапа первым. У женщин главный приз пробега достался Лилии Еджак из Челябинска – постоянной участнице сибирского международного марафона. Очередной праздник бега в истории. Но стаеры со всей России попрощались ненадолго. Их соберет юбилейный 25-й по счету сибирский международный марафон.